здравия желаю это осирис он же old navivet и если вы слушаете мой голос значит это первое видео на этом канале моё эго переросло текстовый формат статей и вырвалась на просторы youtube на радость вам и мне поехали как ни странно игра который уже пять лет как вышла из трендов может внезапно стать популярной в отдельно взятой военной части происходит это из-за изолированности от новой информации закрытого социального общества типа армии информация идет волнообразно исходя из призывов срочников которые приносят ее с гражданки еще немаловажно для популярности игры в армии это то что она должна быть не требовательной к железу и простой в освоении в моей части с моим приходом такой игрой стала borderlands 2 borderlands 3 имеет все задатки повторить этот трюк еще на старте и для этого есть ряд очень ощутимых причин сразу забудьте о стационарных компьютерах и игровых приставках в армии там это явление такое же редкое как и пресловутый рак что свистит на горе самым распространенным железом в армии является ноутбук игровые ноутбуки встречаются в единичных случаях чаще это два ядра 2 гига из всеми любимой рекламы происходит это по двум причинам первое ноутбуки в первую очередь печатные машинки для целой горы макулатуры которые производят штабы военной части и отдельных подразделений пачка бумаги расходуемая одним офицером за неделю это норма как и покупка этой самой бумаги за свой счет причина вторая общая необразованность военных по поводу железа обычно ноутбук покупается в срочном порядке в первом попавшимся профильном магазине ибо офицеры или контрактники которые не имеют данного девайса не могут нормально работать с документацией и постоянно получают выговоры говно должно говорить громче вышестоящих не интересует если у тебя где набирать текст и его распечатывать документы должны быть готовы вчера и все тут и тут мы переходим к системным требованиям 3 борды они крайне демократичны многие железяки которые видел офицеров и контрактников спокойно потянут игру на средне низких настройках графики что уж там говорить мой личный но 2012 года сборки на тот момент топовая железяка прошедший со мной два года по горячим точкам потянет игру в комфортных 1080p и 30 fps по многим признакам 3 итерация borderlands будет крайне хорошо оптимизирована на это намекают как предыдущие проекты разработчиков так и отзывы журналистов пощупавших геймплей профессиональные военные это люди которые постоянно имеют дело с реальным оружием при стрельбе задействуется многозадачность работы разных чувств и рецепторов кинетическая отдача создает боль особенно если стреляешь подряд несколько десятков магазинов мозг и уши страдают от резких звуков выстрелов после такого любой шутер позиционирующий себя как реалистичный таким для военного не является даже условная арма 3 или побег из таркова многих военных побывавших горячих точках вызывает снисходительную улыбку таким образом страдает ощущение от стрельбы во всех играх с примесью реализма любое оружие на мониторе выглядит к виолу и нереалистично после материального оружия постоянно ловишь себя на мысли что оружие не должно так себя вести это дичайший рушит атмосферу с другой стороны мы имеем серию borderlands цел шейдинговой стилистикой этим приемом игра тут же отметает подозрение сознания военного о том что его пытаются надуть тут нет реализма тут ада ваугарно говорит нам игра сейчас на экране вы видите моего любимого персонажа для релакса в игре кстати всего их 6 так вот эта гайка мало того что она вызывает на помощь собранного из хлама робота помощника жестокуса при правильной раскачке ей не нужно целиться прямо в противника и и пули рикошетят от поверхности других противников и наносит урон пропорциональной числу уже убитых в этой игровой сессии врагов большинство стволов хоть и приближены к реальным по пропорциям имеют футуристичный вид но что они только не вытворяют есть пушки которые при перезарядке метаются в противника как гранаты а тебе в руки телепортируют такой же новый есть стволы которые стреляют огнем кислотой морозом и шлаком вызывая соответствующие эффекты на противника некоторые стволы имеют встроенный искусственный интеллект чёрт подери их мой любимый дробовик кричит пропитым женским голосом заряди меня детка когда запас боекомплекта кончается а когда я меня его на альтернативный слышу до скорого сосунок это только цензурные варианты абсурдный во многих местах сюжет сдобрен огромным количеством юмора хоть многие военные его и пропускают например один из моих подчиненных так мне и говорил да пофиг не о чем они там говорят мне сам процесс всего что творится на экране нравится также в каждой номерной части серии есть играбельные военные персонажи 1 ролланд во второй аксон в 3 это будет молс с натяжкой таким персонажем в прессе квали был вильгельм не стоит забывать и о региональных ценниках которые хорошо так занизили порог входа для третьей части франшизы да 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 я знаю про срать с эпик геймс тором со стороны выглядит как будто и гс выпрыгнул из ниоткуда пугая других мастодонтов цифровой дистрибуции своим присутствием и если честно для меня это тоже не самая лучшая площадка для эксклюзивности хоть и временной ведь все предыдущие части борды у меня лежат именно на стиме с другой стороны по гражданской специализации я юрист и прекрасно понимаю что разработчик мало что может сказать на такое решение издателя нет конечно что то он может но тогда права на франшизу издатель может попросту отнять и передать другим разработчикам это как худший из вариантов людям которые просто творят хорошую игру не тягаться с хищниками у которых целый штат юристов готов сорваться с цепи при команде фас как один небезызвестный медоед в книге рекордов гиннеса медоед зафиксирован как самый бесстрашный представитель животного царства ему реально похер если он голоден значит он голоден что это него в зубах а это кобра а теперь он бежит задом наперед смотрите сюда на дереве змея а медоеду плевать медоеду все похер он получает что хочет так как это мое первое полноценное видео я понимаю что есть накладки звук мой микрофон при попытке менять тембр и тон голоса начинает шуметь как потерпевший технические проблемные моменты при монтаже и прочие мелкие нюансы но я надеюсь вы меня за них простите ведь я не волшебник я только учусь если вы желаете видеть больше подобного материала в будущем не забывайте подписаться поставить лайк и прокомментировать я рад любой конструктивной критики вскоре думаю услышимся